Приветствую вас. Для начала нужно, чтобы вы поняли суть того, почему вы ссоритесь. Почему именно вы ссоритесь? Не она с вами. А именно вы, почему вы это делаете? Для начала нужно понять, что мотивирует, стимулирует вас на это, на ссор. Для начала нужно понять, какой конфликт у вас есть. Ну, внутри вас, какой конфликт присутствует. Потому что этот конфликт сейчас на данный момент влияет и на вас. Этот конфликт, он оказывает влияние. Из-за него вы ссоритесь с своей девочкой, из-за него вы, значит, ну, по сути расстались с ней. Вот. И у этого есть, безусловно, свои основания. Вот. Я бы хотел, чтобы вы эти основания нам все-таки пояснили. Вот. То есть, еще раз, да, чтобы вы правильно поняли меня. Есть ссор с человеком. Ну, то есть, вы. Вы из-за чего-то ссоритесь с человеком. Причины ссор должны быть выяснены. Выяснены. Причины ссор должны быть понятны. Понимаете? Потому что, если непонятно, из-за чего вы ссоритесь, то проблема не решается. От слова вообще. Вот. То есть, я надеюсь, что вы для себя этот момент обязательно учтете. Далее вы пишите о том, что поднимали руку на свою женщину. Вот. И это тоже такой достаточно серьезный момент, потому что, на мой взгляд, это тревожный знак. Вот. На мой взгляд, это очень тревожный знак, потому что это говорит о том, что у вас внутри есть определенный конфликт. Вот. С собой. Ну, с самим собой есть конфликт у вас. Вот. И его нужно разрешить. Вот. Ваш конфликт нужно разрешить внутренний. Понимаете, какая история? Агрессия. Агрессия. Агрессия – это всегда защита. То есть, вы агрессируете, ну, как правило, человек агрессирует тогда и только тогда, когда он чувствует опасность. Вот. То есть, вы, получается, чувствуете опасность из-за чего-то. Из-за чего-то или в чем-то вы чувствуете опасность. Вот. Нужно понять, в чем она заключается и разрешить данный проблемный элемент для вас. Ну, то есть, чтобы это больше на вас не влияло. Заметьте, я не обвиняю вас. Не говорю, что вы, там, плохой, что вы, там, не должны поднимать руку на своих женщин и так далее. Нет. Этого делать я ничего не буду, потому что я здесь не для этого. Я здесь не для того, чтобы вас обвинять. Да. Я для того здесь, чтобы вам помочь. Поэтому, вот, давайте так вот с вами поступим. Да. После этого, после анализа данных историй, из-за чего вы ссоритесь, из-за чего вы принимаете руку, вот, как вы относитесь к девушке своей, как вы ее воспринимаете, как вы ее видите, нуждаетесь ли вы в ней, если нуждаетесь, то как. После данных историй можно будет говорить о том, что вы увидите базовые свои противоречия. И с этими противоречиями уже можно будет что-то делать. С этими противоречиями уже можно будет работать. Вот. И вы сможете измениться, вы сможете изменить свое поведение, вы сможете изменить свое отношение к себе, и после этого я полагаю, что вы сможете попытаться вернуть свою девушку, показав ей, что вы изменились. До тех пор, пока вы не покажете ей, что изменились, до тех пор, пока она не будет видеть в вас какие-то перемены, да, я боюсь, что ничего у вас не получится, и восстановить отношения нет никакой возможности. Обращаю ваше внимание на то, что вам необходимо признать свои действия вредными именно для вас. Если вы в свои действия не признаете вредными для себя, да, то есть действия, которые вредят в первую очередь вам, и не пожелаете их изменить, то ситуация по сути станет абсолютно невозможной для налаживания отношений с вашим партнером. Значит, вам сейчас, на данный момент, необходимо донести до девушки вашей, и, значит, что вы не хотите ее терять, хотя бы ради ребенка, не хотите терять ее из виду. И вам необходимо занять такое, значит, такую форму взаимодействия с ней, да, такую форму общения может быть с ней, при котором ей, именно ей, будет максимально комфортно с вами взаимодействовать. Мне кажется, мне кажется, что это то, что вам можно порекомендовать здесь. Да? То есть, вот, с одной стороны, посмотреть, значит, на возможность вернуть девочку, если вы хотите посмотреть на возможность вернуть девочку, то вам, вам, я рекомендую действовать вот так. То есть, сейчас, сейчас возвращать человека, ну, на мой взгляд, нет никакого смысла, потому что, ну, что вы ей можете предложить сейчас? Сейчас. Сейчас вы можете предложить ей только возможность исправиться. Вот. 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 Только возможность поменяться и, в принципе, все, все. Вот. Вот. Поэтому, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что наиболее правильным для вас вариантом было бы именно сосредоточиться на себе, на своих проблемах. Вот. Вот. И, соответственно, после того, как в себе вы разберетесь, вот, после этого уже можно будет пробовать возвращать девочку. Вот. Я думаю, так. Ну, конечно, для начала нужно вам взять на себя ответственность за безопасность свою. и, так бы, не вспыливать и, тем более, да, не пользоваться силой. Вот. Вот. Потому что это неприемлемо. Вот. А вы можете, вы можете вернуть девочку, но только если изменитесь сами. Вот. Если вы изменитесь, то девочку вернете. Если нет, то, к сожалению, боюсь, что в таком случае ничего не будет. Вот. Так можно вам ответить на ваш вопрос. Я, в принципе, понимаю, что информации, наверное, немного дал я вам. Но и вы тоже достаточно мало предоставили информации о себе. Вот. Поэтому, поскольку вам очень желательно работать над собой, вот, что я полагаю, что всю нужную информацию можно будет взять у вас именно при, ну, именно при работе индивидуальной с вами. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Можете задать мне их в личку. Я вам отвечу. Вот. Отвечу на ваши вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok